Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ух, еще один удар, о чем пишут зрители сегодняшнего матча. Ну и вообще хочу всех тех, кто... Смотрим за этим моментом. Пока здесь хорошие такой был две девчонки, которые могут стать сегодня здесь в Бобруске абсолютными дебютантками женского чемпионата страны. Также об этом чуть позже я скажу. Смотрим за этим навесом. Потом выиграла воздух футболистка Бобручанки. Был удар, и Татьяна Маховская перевела мяч на угловой. Вот он действительно первый, действительно хороший, опасный момент. Бобручанка играет, но... На пальцах, наверное, обеих рук можно пересчитать. Зрители на сегодняшней встрече. Смотрим за этим моментом. Классное выбегание было только что. Вот Виктория Герус. А там вот у них не получилось. И Зорка БДУ со своей половины поля сейчас будет начинать очередную атаку. Рай. Что придумает? Придумал на соперницу. Она обыгралась с Яной. Удар. Маховская там сплоховала, конечно, в городе сегодня. Так что мы под аккомпанемент, что называется, играем. Ой, здесь хороший был только что момент. И выстрелы. Еще есть время для того, чтобы увидеть голы в первом тайме этого матча. И вот, кстати, момент. И вот, кстати, гол. Пожалуйста. Яна Рай забивает мяч на 38-й минуте. Это происходит. Мне кажется, без река что-то не обошлось. Посмотрим сейчас повтор этого эпизода. Да нет, не сказал бы, что там был рикошет. Ришовец, Татьяра Кенда, София Бонадысева, Анастасия Лобашова, Ксения Сивуга и Екатерина Кухарчик. Ну, из них Бонадысева и Сивуга еще ни разу не играли в чемпионате. Исполнять эту миссию на вес выигрывает. Там Тропникова. Да вот, уже, собственно говоря, и стартовал второй тайм. На ошибку спровоцировать Татьяну Чистик. Но Чистик опытная футболистка. Она, конечно, понимает и знает отлично свое вратарское дело. А это борьба. Борьба, которую вчистую проиграла Казака. Из-за этого сейчас возникает момент. Возникает момент у Дианы Тропниковой. Но, к счастью для Бабаручанки, Татьяна Маховская мяч в свои руки смогла взять. Но у них это не получилось. За Тамару Дашковскую. Тем временем у нас очень сильно переживают в чате. Здесь удар. Из-за пределов штрафной. Маховская переводит мяч на угловой. Ну что? 62 минуты. Не пора ли делать замены? Мне кажется, вот сейчас, кстати, классный момент еще возникает. Удар. И здорово с ним справилась Маховская. Давайте Маховская все же... Она заслужила аплодисментов. И снова удар. Ну что? Сначала Герус не забила. Потом... Потом... Потом Фролова. Ну, это, конечно, все понимают. Удивляет то, что нету замены в составе Узорки. Ух ты. Здесь может быть момент. На Рай скидка. Рай будет бить из-за пределов штрафной. Для Маховской это был легкий мяч. Она с ним сначала... Смотрим здесь на фланге Шмаровская. Что придумает. Отдает на Лобашову. Лобашова отмазала Шмаровску. Шмаровского в центр отдала. Там Кашинская подхватила мяч. Ударила из-за пределов штрафной. А Маховская, несмотря на то, что мяч мокрый, ну и твердо бастионы Бабруйской крепости стоят сегодня. Слушайте, как обидно вот... Если бы сейчас счет был 0-0... Я думаю, и другая игра была бы. Если бы с этого поднимется повыше. По крайней мере, вот... По игре, естественно... Да, здесь, конечно, больше бы им играть... Лучше бы им играть в атаке. И... Ну, такое слово примню. Вот смотрим за этим моментом. Нет, легко здесь. Чистик забирает мяч в руки. Кто помнит, вокруг шум. Не кипишу. Мне кажется, кипишевать сейчас не нужно. Я думаю, второй команде на последних минутах. Это им не нужно. А здесь момент. И что? Пенальти. Сфалили на... Лобашовой. Разбег. Удар. 2-0. Фролова. Я думаю, что это окончательный итог этого матча. На 91-й плюс минуте с пенальти Екатерина Фролова забивает свой уже 11-й мяч в 12-ти матчах в этом чемпионате играла. Ну и вот финальный свисток. Всех поклонников Минской команды поздравляем с этой победой. Любите белорусский футбол, смотрите женский футбол. С вами был Артем Гульков. Всем пока.